Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Информационный вакуум. Бизнес в ожидании закрытия. Пивное табу. Прокуратура предложила запретить торговать пенным напитком в многоквартирных домах. Разруха России. Памятник архитектуры на проспекте Кирова в любой момент может рухнуть на голову горожан. В Саратове уже в субботу прекратят работу рестораны и кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Объекты общепита будут работать только на вынос или на обслуживание заказа. Не закроют аптеки и магазины, продающие продукты, товары для животных, предметы первой необходимости. Соответствующее постановление в четверг вечером подписал вице-губернатор, глава областного правительства Александр Стрелюхин. Ограничительные меры будут действовать до 5 апреля включительно. Кроме того, уже с пятницы 27 марта закрывается доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, спа-салоны и кинотеатры, выставочные залы и тому подобное. Срок окончания данного запрета в документе не обозначен. Пандемия коронавируса продолжает менять нашу с вами жизнь. Всю предстоящую неделю большинство россиян проведут дома. В стране объявлены внеочередные длинные выходные. Правда, на этот раз возможности для отдыха у граждан существенно ограничены. Сделано все, чтобы минимизировать контакты и не давать людям повод выходить из дома. Всю неделю бизнес с тревогой ждал решения судьбы от местных властей. Обрывочные новости, непонятные рекомендации и поручения. Хроника информационного вакуума в нашем сюжете. Среда, 25 марта. Полупустые торговые центры. Информация о необходимости закрыть кинотеатры в СМИ появилась еще накануне. Но продажа билетов продолжается. Работники за стойками говорят, что пока никаких распоряжений не поступало. Руководство не горит желанием общаться с прессой. Но удалось выяснить, всю информацию о происходящем люди получают, как правило, из новостных лент. Никто из официальных структур к ним не обращался. Аналогичная реакция в игровых зонах для детей. Там пусто. Лишь грустные и скучающие продавцы. Работают сейчас все еще детские площадки. По крайней мере, что мы взрослые? Пока этого у вас никто не касается ситуации с нами. А что, вы так всегда пусто или вы уже не работаете? У нас раньше в детстве не отожили. Ну, то есть не приходят, не приводят сейчас? Сейчас нет. В режиме ожидания жили фитнес-клубы. Занятия продолжались с соблюдением принятых обычных мер безопасности. Дезинфекция помещения в клубе, она происходит постоянно, независимо от того, есть вспышка каких-то инфекций или нет. Вот, поэтому на данный момент клуб дезинфицируется в своем обычном режиме. Никаких специальных средств по дезинфекции, то есть определенных названий этих средств мы не получали. Сами посетители разделились на два лагеря. Кто-то замораживает абонементы, ну а кто-то продолжает тренироваться в привычном режиме. Правда, ответа на главный вопрос, что будет завтра, никто так и не давал. На данном этапе мы находимся в достаточно плотном информационном вакууме. То есть информация к нам поступает только из СМИ и из интернета. То есть это максимум, который мы сейчас получаем. Так как мы не являемся муниципальным предприятием, мы являемся частным лицом, то, соответственно, наше отношение с сотрудниками и с клиентами строится на договорной основе. И если сейчас идет речь о закрытии клуба, то у нас идет встречный вопрос, на каком основании мы будем прекращать наши отношения с клиентами. Поэтому мы очень рассчитываем на официальное общение с властью, и мы хотим получить ответы на наши вопросы. В списке пострадавших заведение общепита. Поток клиентов упал в разы. Само заведение работает в стандартном режиме. Я имею в виду время открытия, время закрытия. Естественно, учитывая, что прибыль существенно сократилась за счет отсутствия народа, пришлось персонал частично, скажем так, в отпуск за свой счет отправить. Отправить домой. Если людей можно отправить персонал, я имею в виду, если можно отправить персонал домой, то аренду домой мы не отправим. Аренду платить нужно, а где ее брать? Арендодатели, в принципе, мало волнует, откуда мы берем деньги. Это не его забота. Конечно, хотелось бы, чтобы на уровне региональных властей какая-то была помощь. Потому что очень тяжело. Сейчас мы тяжелое время переживаем. Алексей Антонов, президент региональной торгово-промышленной палаты, участник оперативного регионального штаба, признает, информационный вакуум в общении власти и бизнеса в регионе все же существует. По поводу информирования, я с вами согласен, я на штабе поднимаю этот вопрос. Нужно информировать, информировать больше жителей, информировать больше бизнеса, если уж говорить. Когда предприниматели сказали, что вы сейчас можете закрываться, не закрываться, но рано или поздно это к вам придет. Но мы все готовимся. Но в этом случае, когда она придет, эта ситуация, вы будете иметь то-то, то-то, то-то. И бизнес тогда будет понимать, да лучше, наверное, я сейчас пока предварительно, а потом, если все придет, значит, соответственно, я буду идти по пути тому, какой указали. Вот один из способов, да, это форс-мажорное обстоятельство. Оно возникает только в том случае, если есть распоряжение. В четверг предпринимателей собрали в рекотделении «Единой России» Дмитрий Анпилогов, представитель туриндустрии, говорит о том, что помимо сложностей с коронавирусом, есть и вполне рукотворные проблемы. 19 марта пришел запрос о трудоследовании документов. Ну, это в рабочем порядке, периодически приходят, доставляем все в порядке. Но в этот раз пришло нам, нашим партнерам, другим турагентам, крупным самым, значит, за не конкретно по одному контрагенту, а порядка 15 турагентов. Причем это самые наши крупные турагенты, контрагенты, с кем мы сотрудничаем. И за последние три года, то есть с предоставлением всех платежных поручений, но по оценке... Но это в связи с чем? И написано вне налоговой проверки. Понимаете, это по объемам, это по газели документов точно. Есть решение, что сейчас мы не работаем вообще, вообще не работаем, работаем только с претензиями клиентов, но практически сейчас остались без денег. Почему? Конечно, у нас белые платили, нам заплатили порядка 35 миллионов рублей. Мы их зеркально проплатили на карантин. Те авиакомпания, и, соответственно, на западе карантин, где вообще все умерло. Запишите мой телефон 21-12-47, вы тогда наберитесь, чтобы не конкретно вам поручение пришло. За 19-й год, значит, долгов на 4 миллиона, за 20-й уже на 5. Товар поставляется только по предоплате, а товар без первой необходимости, то есть мука, яйцо, мясо, куры, все это предоплатно. Все призывы, значит, к руководителям учреждений, значит, ну, ни к чему не приводят. Сейчас тоже сложилась такая ситуация, буквально за неделю мука за 4 дня поднялась на 30%. Яйцо подорожало, значит, вчера мы с этим обсуждали, стало 5-70. Крупы подорожали. Долги не платят. Это, значит, город Энгельс. Значит, цены на муку и на продукты питания возросли там на несколько процентов, да. Мы в какое-то учреждение вошли и сказали, что, слушайте, здесь, значит, нарушена ценовая составляющая. Вот как фаз останавливать хоть строительство объектов, как останавливать экономику, они научились. За один день останавливают объекты, а потом иди разбирайся. А вот как проверить обоснованность повышения цен, это непонятно. Депутат Госдумы Николай Панков, инициатор встречи с бизнесом, говорит, что чиновникам на местах нужно брать ответственность на себя, не дожидаясь окриков сверху. Нужно больше требовательность предъявлять к себе, к тем структурам, которые за это отвечают, а не просто говорить, вот президент решил. Я уверен и точно знаю, что на федеральном уровне будут приниматься эти решения, они очень действенные, они очень оперативные. Вместе с тем, хотел бы сказать и о том, что те, кто работают на местах, отвечая за это, должны более эффективно работать по тем направлениям, как есть, выслушивать эти предприятия, выслушивать и их предложения, и их мнения, и совместно вырабатывать условия. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так посчитали в местном бизнес-сообществе. В регионе создан антикризисный штаб и специальный интернет-ресурс для помощи попавшим в беду предпринимателям. Мы создали сайт под названием антикризиссаратов.рф. Если заходить на этот сайт, то вы сразу попадаете на страницу, где можно размещать свои предложения. Собственно, в этом и состоит задача – привлечь бизнес, для того, чтобы не отдельные предприниматели ходили в какую-то конкретную администрацию района, города, области или писали какие-то песни в различные инстанции, а аккумулировать все эти сведения, для того, чтобы их можно было посмотреть по отдельным секторам, посмотреть по типам предприятия, посмотреть по размеру предприятия и сформулировать четкие предложения для власти в том числе, для бизнес-объединений, и затем начать эту работу. Конечно, не будет никому легко, но в то же время мы все понимаем, что есть общая российская задача для того, чтобы сохранить количество единиц бизнеса, которые есть у нашей области. Сейчас невозможно работать в режиме «письмо послали, 30 дней подождали». Сейчас нужно действовать моментально. Вот для этого и создается этот штаб, который будет заседаться дважды в неделю. Для этого мы привлекаем все бизнес-объединения в бизнес основные. Отметим, что с идеей создания новой структуры выступили общественная палата, местное отделение «Опоры России» и «Деловой России», Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и Общероссийский народный фронт. Что касается введенных запретов, то к концу недели ситуация немного прояснилась. Бизнес уходит в отпуск. Вынужденный и неоплачиваемый. Правда, с обещанными мерами поддержки от властей. Минэкономразвитие региона приступило к разработке закона о введении запрета розничной продажи пива и напитков на его основе. Запрет коснется исключительно торговых объектов, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Инициатива введения нового табу на этот раз принадлежит прокуратуре региона. По мнению сотрудников ведомства, значительное количество подобных магазинов влечет за собой обоснованные обращения граждан. Люди справедливо жалуются на нарушение тишины, ухудшение санитарного состояния подъездов и дворов. Наша съемочная группа решила разобраться в проблеме. Ночью драка, утром битые стулья. Рядом с крыльцом трактира в торце 85-го дома на университетской сплошные расходы на сервис для горячего нрава буйных посетителей. Здесь рады налить 24 часа в сутки. Заведение держит марку. Правила очень строгие. Со своим алкоголем – ни-ни. А контингент в основном – люди не публичные. Вот только жители окрестных домов уже лезут на стены от проспиртованного соседства. Пьют, ругаются, сквернословят, гадят. Вот так вот, да. Ночью спать не дают, окна выходят сюда, во двор. Это тихий ужас. Уже знаете, что и телевидение было, и все было. И что? Пьют? Как видите. Бар 24 часа – это сеть китейных заведений, поэтому в хмельном полумраке хорошо знают, как и с кем разговаривать. Жалуются, что дебоширят посетителей во дворах. Без календарей, без объяснений, все вопросы к руководителю пить на кем. Кега стоит все в том же доме на университетской. Тут напитки полегче – пиво. Пара с самого утра не уверенно стоит на ногах. Но истину в вопросе, пить или не пить, знает твердо. Ребята, я все ной. Так не пробьете вообще никогда. Пробить ситуацию сейчас пытаются в надзорном ведомстве. Областная прокуратура инициировала разработку закона введения на территории субъекта запрет на продажу пива и напитков на его основе в объектах, расположенных в жилых домах. Документ уже направлен в местное министерство экономики. Речь именно о пиве на разлив в магазинах, но не в заведениях общественного питания. Появление большого количества торговых точек в многоквартирных домах по продаже в розлив соответствующих алкогольных напитков повлекло большое количество обращений граждан о нарушении тишины, покоя, возникновении соответствующих конфликтных ситуаций, преступлений и правонарушений. Поэтому в первую очередь причиной направления соответствующих предложений о необходимости законодательного регулирования в Министерстве экономики с нашей стороны была, естественно, профилактика преступлений и правонарушений. Такое ограничение может способствовать снижению объемов потребления алкоголя, в частности пива и напитков на его основе, за счет того, что в шаговой доступности жилых домов, соответственно, приобрести его будет затруднительно. Что касается более крепких спиртных напитков, в частности, это вино, водка, продаваемую в розлив, то, как вы знаете, в розлив она продается только, соответственно, в организациях общественного питания, регулирование деятельности которых не относится к компетенции регионального законодательства. Мини-кунсткамера Натальи Корольковой из двух баночек. В одной склянке легкая курильщика, в другой – часть мозга пьющего человека. Лидер местного общества трезвости и член общественной палаты региона с инициативой надзорного ведомства уже знакома. Но она ждет, когда решение примет Государственная дума, где сейчас рассматривается право регионов на регулировку продажи алкоголя в заведениях общепита. Просто запрет на продажу пенного напитка в домах – это капля в пивной бочке. Это даже не полумера. Это вот то, что можно сделать в настоящий момент. В соответствии с тем законодательством, которое мы имеем. Более того, этот проект закона практически списан с проекта закона другого региона. И этот другой регион уже принял этот проект. Уже прошел Верховный суд, в который обратились представители бизнеса, защищая свое право торговать. Чем не попадя, когда не попадя и в чем не попадя. И регион выиграл этот суд. Район Третьей дачной. Дома максимально отдаленные от проспекта 50-летия октября. Вот один из пивных баров, где продают напиток на разлив. С возможностью употребить на месте. Общепит одним словом. Старшая по пиву не видит причин для карательных мер. В принципе, у нас тихо. У нас шум нет. Мы людям же самое решение. Так у нас хорошая. В первую очередь это обусловлено ассортиментом и политикой заведения. Цена на пиво отсекает сомнительный контингент. Через два дома выше продуктовый магазин. Но здесь вам тоже нальют пенного. Все, прошу, лучше. Если вспомнить фильм «Срёгким паром» или «Ирония судьбы», то там отличительной особенностью новостроек показаны одинаковые формы и одинаковая мебель в квартирах. Вот отличительная особенность современных новостроек – это одинаковые пивные бары. А это красавец солнечный. Здесь настоящее пивное Эльдорадо. Если присмотреться к окнам домов, становится ясно – заселены не все квартиры. Но раньше всех в доме появляется сервис по продаже пива. В некоторых многоквартирных домах селится сразу по три пункта продажи. Конкуренция налицо. Приходится идти на ухищрение для привлечения внимания поклонников пива. Вопрос в одном. Часть точек находится в пристройке, а не в самом жилище. Что будет с ними? Запрет розничной продажи алкогольной продукции, пива, пиво, напитку, сидора, пуары, водоухи. В торговых объектах, расположенных в нежилых, встроенных и пристроенных, востроенных пристроенных влечениях на квартирах жилых нова в Розли. Конкретизирует положением из проекта закона министра экономического развития области Юлия Швакова. Она учитывает, что для владельцев подобных помещений пиво – не напиток, а бизнес. Мы сейчас дорабатываем этот проект закона, вывесим его на ОРВ. ОРВ будем проводить по полной программе, скажем так, по всему циклу, чтобы получить все исчерпывающие мнения и бизнес-сообщества, и общественных организаций, всех. Это займет где-то порядка 30 дней. Потом мы, соответственно, с учетом этих замечаний и предложений, этот законопроект согласуем в правительстве, ну и внесем, соответственно, в Саратовскую областную думу. Тем не менее, борцы с алкоголем предсказывают работу закона на практике. Владельцы пивных точек выстроятся в очередь на получение лицензии с правом считаться общепитом. А там любой закон захлебнется. Вы же сами знаете, что, как они продают. Они действительно разливать не будут, но крышку они открыли, и уже вроде как это в общепит пошло, да? Вот. И выходит с этим. Ну, он вышел, я что могу? Я ему сказала здесь пить. Он стакан дал, если дал, да? А он вышел, я его что, держать буду? Ну, это обычные отговорки, которые мы там слышим всегда при рейдах, разговоры их. И это все останется. Поэтому на ситуацию повлияет лишь право регионов контролировать продажу спиртного не только по времени суток, но и в заведениях общественного выпивания. Власти озаботились состоянием здания гостиницы «Россия» на проспекте Кирова. Памятник архитектуры местного значения пустует уже много-много лет. В начале года в сети появились тревожные сообщения. Здание буквально затрещало по швам и может в любой момент рухнуть на головы прохожих. Гостиница «Россия» в самом центре Саратова вот уже два десятка лет трещит по швам, разрушаясь и рассыпаясь по кирпичику. Затяжная история этого объекта культурного наследия успела обрасти легендами и слухами, чего только не происходило с домом номер 18 на проспекте Кирова. Бесконечные споры с собственниками здания, сегодня их больше десяти, судебные иски и невыполнение судебных решений. Не обошлось и без пикетов и, как водится, пары пожаров. Невеселая история России, по мнению депутата областной думы Леонида Песнова, продолжается, к сожалению, и по сей день. В Казахстане в 19-м году на волне инфории доступны приватизации. Россия перешла из бутипальных рук в руки частых правообладателей. Были грандиозные идеи, значит, там, осчастливить Саратов и сделать такое, чего в Париже нет, который все не вспоминает. Все эти идеи рухнули там по ряду причин, прежде всего того, что Россия оказалась памятником, будет спальным, и этот танк никто не снимал. Потом она нечаянно, то ли потому, что она оказалась памятником, то ли потому, что всем перестал интересно, начала гореть, и горела дважды. Я наблюдаю, что процесс обрушения, особенно той части, которая будет выходить к Волге, он произойдет еще не завтра. Там произошло полное выпучивание кирпичной кладки, это первый признак. Потом она складывается под весом, хоть и деревянок, и перекрытий, и все это выступит с нами. Хорошо, если это произойдет точно. 21 год в центре города, побойка, угрожающая безопасность людей, которая вряд ли красит наш город. Главным камнем преткновения в печальной судьбе гостиницы стали разногласия многочисленных собственников здания. В результате разруха в умах и бесхозяйственность на деле, считает экс-директор Института Саратов-Граждан-Проект, архитектор Сергей Лазарев, превратили памятник культурного наследия в объект, представляющий собой опасность не только для прохожих, но и затрудняет работу специалистам. Даня находится в аварийном состоянии и представляет собой опасность для окружающих. Самая наибольшая опасность – это участок метров 30 от магазина «Кристалл». Нужно легитимное обследование, документ, на основании которого необходимо провести противоаварийное мероприятие, когда оно станет безопасно, в том числе для людей, которые будут проводить широкое полноценное обследование. Заводить туда специалистов, чтобы они изучили уже более подробно, и делать какой-то проект там, либо восстановление, либо воссоздание, либо реконструкция. Вот таким видят гостиницы «Россия» прохожие. А вот так выглядят красоты здания 1853 года постройки изнутри. Часть чугунных лестниц обрушена, отсутствует перила. В центральном зале гостиницы сохранилась резная деревянная блюстрада. В бывших номерах на полу видны дыры, под ногами трещит пол. Мусором и битым кирпичом завален внутренний двор здания. Но даже в таком виде, рассказал по телефону заведующий кафедрой дизайн архитектурной среды СГТУ Виталий Кудрявцев, оно представляет интерес. В 90-е годы приходил инвестор, который хотел сделать из этого объекта достаточно интересную такую гостиницу с атриумом внутренним. Тогда еще состояние его было вполне приличное. Голубинов проектировал эту гостиницу. Очень красивый проект. Он восстанавливал первоначальный вариант из галереи, значит, на уровне второго этажа. Ну, красивый такой вот проект был. Ну, вот он, тем не менее, не состоялся. И то, что касается самого объекта, конечно же, он представляет интерес. И как всякий заброшенный объект, они имеют свойство почему-то время от времени загораться. После чего, как бы, возникает вопрос вообще о целесообразности сохранения этого объекта, понимаете? А место-то очень лакомое, это самый-самый центр города. Надо делать какие-то шаги по сохранению объекта, а не говорить о том, что, скажем, вот, раз упал кирпич, значит, это повод его снести. Еще раз повторяю, жутко лакомый кусок. Самый центр города, проспект Кирова и Горького. Ну, в центре не бывает. Специалисты считают, что гостиница России до сих пор не рухнула только потому, что рядом с ней нет потока тяжелого транспорта. Но процесс разрушения здания продолжается. Так у стены, выходящей на улицу Горького, появился наклон во внешнюю сторону. И первый этаж в этом месте висит над грунтом. О плачевном состоянии исторического здания в очередной раз рассуждали чиновники на заседании рабочей группы в областной думе. Было сказано, что в этом памятнике муниципального значения в частной собственности находятся нежилые помещения на первом этаже, которые сдаются в аренду. По словам чиновников, собственники не откликаются на предложение заняться реконструкцией здания. В районной администрации о небезопасном историческом здании в центре города тоже вспомнили, настоятельно подчеркнув, что муниципальной доли в данном объекте нет. А далее из уст главы фрузинской администрации Алексея Постова прозвучал уже знакомый рассказ о борьбе с собственниками здания и их непослушании. Администрации города Саратова неоднократно обращались к собственникам с просьбой провести реставрационные работы по восстановлению данного объекта. Но на сегодняшний день работы не проведены. В декабре 2019 года Волжский суд принял решение и обязал данных собственников провести работы по сохранению объекта культурного наследия. В январе в связи с тем, что работы не проведены, было заседание комиссии по чрезвычайной ситуации городской и принято решение об ограждении данного здания. С 13 по 16 марта данное здание было огорожено, но 16 и 17 марта данный забор частично был демонтирован. Отделом полиции и сотрудниками администрации были задержаны два лица, которые осуществляли самовольный демонтаж, они доставлены в полицию, с ними сейчас полиция занимается. На сегодняшний день часть собственников закрыла свои предприятия, а часть собственников осуществляет работу на этом объекте и создает опасность для тех сотрудников, которые находятся в помещении, для посетителей данных объектов. Там работают магазины, работает парикмахерская. Мы написали в прокуратуру вопрос о предостережении, о предостережении, о том, чтобы прекратить деятельность. Начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин рассказал, что еще в прошлом году после совместной с прокуратурой проверки был подан иск в суд с целью заставить собственников принять меры по сохранению здания. Но ВОЗ безхозяйственности по-прежнему не сдвинулся с места. А потому же в этом году ведомство Мухина решило провести собственное административное расследование. Несмотря на то, что это объект муниципального значения, полномочия по контрольно-надзорным функциям, они находятся в управлении. Поэтому в этом году мы проводим собственные мероприятия, они будут заключаться в рамках административного расследования за состоянием объекта. Роль играет еще то, что собственники меняются, они перепродают свои помещения, и каждому собственнику достается уже помещение, которое прошло какой-то временной период разрушения, и, соответственно, все больше и больше требуется вложение туда. Собственники первых этажей пытаются содержать свои помещения, потому что они их используют под коммерческую деятельность. Поэтому они хоть чем-то стимулированы, чтобы эти помещения привести в порядок. А то, что касается собственников, которые находятся на верхних этажах, основная большая доля там у Гулливера, если мне память не изменяет, соответственно, там для того, чтобы что-то делать, сначала нужно произвести крупномасштабные работы по усилению здания, по его ремонту. Соответственно, насколько мы владеем информацией, собственник не в состоянии это сделать, и даже речь идет о том, что он собирается продавать это имущество. В этом году сотрудники выходили на объект, связывались с представителями основного собственника, кто большую площадь занимает, попали на объект, на территорию, во двор, все зафиксировали, посмотрели. Сейчас идет сбор документов по остальным собственникам. О всех нужно собрать соответствующие информации и уже к ним тогда применять меры в зависимости от их, скажем так, неисполнения требований законодательства об охране этого объекта. Подует ли в ближайшее время ветер перемен в сторону гостиницы «Россия» сказать трудно. Все в том же управлении по охране культурного наследия нам объяснили, что работы осложнились из-за тем, что сегодня в борьбу с вирусом бесхозяйственности вмешался другой вирус, с которым сражается весь мир. На этом все. Наша программа вместе со страной уходит на отдых. Как шутят в сети, у нас появился отличный шанс наконец-то спасти мир просто лежа на диване. И этим шансом надо воспользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин